Мадам Мик – военный лётчик-испытатель первого класса, автор 102 мировых рекордов в области авиации. Эти достижения принадлежат Марине Попович. А ещё Марина Лаврентьевна – почётный гражданин нашего района. Выставка памяти в Щёлковском историко-кривическом музее с интригующим названием «Я – лётчик» рассказывает о ярких страницах её захватывающей биографии. Марина Лаврентьевна является почётным гражданином Щёлковского района. Она вела здесь большую работу и по патриотическому воспитанию молодого поколения, но и работая здесь, на территории Щёлковского района. Я считаю, что она воспитала много не только лётчиков, но и много очень хороших, порядочных людей, настоящих граждан в нашей России. Желание отомстить немцам за смерть близких в Великую Отечественную войну привело девушку на военный аэродром. Свой первый полёт курсант аэроклуба совершила в 17 лет. В 29 она уже владеет техникой пилотирования на реактивных самолётах и становится единственной в стране женщиной – военным лётчиком-испытателем первого класса. На выставке – личные вещи, документы, фотографии из семейного архива, почётные награды. Из этой коллекции, пожалуй, для нас, наверное, самое близкое – это платье Марии Лаврентьевны с её наградами. И, конечно, фотографии, где мама, фотографии, где мы с мамой. Но самый главный экспонат этой выставки, вот если вы посмотрите, единственный самолёт, который стоит вне витрин, он потому что не в лес, он большой – самолёт «Антей». В 1974 году, когда мама ставила о нём рекорды, он был вообще самый крупный самолёт в мире. Выставка готовилась считанные месяцы к годовщине смерти Марии Лаврентьевны. Её не стало в 17-м году. Тогда музейные работники столкнулись с проблемой фотоматериалов, а жизни авиатрисы в Щёлковском районе практически нет. Нам пришлось обращаться во многие источники, искать материал, но всё равно кусочек, относящийся к нашей земле, мы здесь представили на выставке. Что это? Это, прежде всего, почётный знак почётного гражданина, фотографии, когда ей вручался этот знак. Чтобы представить себе, каким неоспоримым асом в небе была Марина Лаврентьевна Попович, достаточно посмотреть на коллекцию самолётов в Конструкторском бюро Олега Антонова. В период с 1954 по 1984 годы она испытывала летательные аппараты. Самый крупный из них на 1965 год – это самолёт Ан-22 «Антей». Помнят Марину Лаврентьевну и в Чкаловском подразделении Лётно-испытательного центра Минобороны, где она вместе с инженерами-конструкторами учила самолёты летать. При проведении испытаний современной авиационной техники новые лётчики, молодые лётчики-испытатели, зная Марину Лаврентьевну, её подвиги, более 102 мировых рекордов ей было установлено, естественно, не могут при проведении испытаний занизить планку и сделать что-то более хуже, чем делала Анна. Поэтому это большая высота, на которую равняется современное поколение. Авиационное дело Марины Попович продолжают её многочисленные последователи. Галина Скробова-Кошкина в 19 лет стала абитуриентом Уфимского авиационного института. Познакомилась с Мариной Лаврентьевной в подмосковном звёздном городке. Слова Поповича оказались пророческими. Галина Петровна стала лётчицей. В женском экипаже на вертолёте Ми-24 совершила сложнейший перелёт из Москвы в Майами. Она являлась вице-президентом нашей организации «Союз женщин лётных специальностей авиатрица». Мы, авиатрица, все бесконечно её любили, любим и будем любить. И очень радует, что второй год в Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков принимают девушек. И мы надеемся, что авиатрица, что дело, которому посвятила Марина Лаврентьевна яркую и очень счастливую жизнь, будет продолжено нашими лётчицами. Выставка «Я лётчик» в историко-крывическом работе до 30 апреля. Не откладывайте поход. Время, как всегда, летит незаметно. Михаил Налютов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».